Таким же образом, как объективы одеваются и переходники. Переходник можно одевать без накрученного на него объектива, а также с накрученного на него объектива. Без объектива вы на первых порах будете лучше чувствовать, как переходник с одуванчиком входит в камеру. Я продемонстрирую, как одевать хвостовик КПАН на камеру Nikon. Как видите, у меня в руках хвостовик КПАН, который предназначен для установки на объективы с индексом А в названии. Такие, например, как Юпитер 37А, Таир 11А, МТО 6СА и так далее. Перечень всех объективов вы увидите, открыв альбом «Переходники и одуванчики» в нашей группе и посмотрев комментарии к этому виду переходников. Как видите, на нем установлен одуванчик Лушникова. Он абсолютно работоспособен. Все контактики ровненькие. На данном хвостовике, так же как и на объективе ARSAT-N, имеется красная точечка, которая совмещается с белой точкой на камере. Как видите, все очень просто. Совместили, углубили, повернули против часовой стрелки, защелкнули. Демонстрирую. Как видите, камера показывает значение диафрагмы 2.8. Это значение диафрагмы по умолчанию в каждом новом одуванчике. Данный хвостовик еще не запрограммирован, поэтому значение диафрагмы в нем не меняется. Демонстрирую, как снять хвостовик с камеры. Все делается в обратном порядке. Нажимается кнопка, фиксирующая хвостовик в камере. Берется хвостовичок и поворачивается по часовой стрелке. Аккуратно вынимается. Как видите, одуванчик остался абсолютно целым. Желаю вам удачи при использовании одуванчика. Будьте крайне аккуратны при установке. Если вы заметили при установке, что одуванчику что-то мешает, ни в коем случае не продолжайте его дальше крутить. Поскольку вы можете очень легко сломать один из контактов одуванчика, а то и сразу несколько. Гарантии на механическое повреждение одуванчика вашими руками нет. Помните об этом. Желаю удачи!